С Олимпийского парка прямиком на театральную площадь. Около 15 раритетных экземпляров самых известных автомобильных марок проехали по всему городу, чтобы показать свою красоту и мощь. За рулем красного корвета 1958 года Николай Панули. Опытный сочинский водитель уверен в своей ласточке, но для него главное участие – незанятое место на соревновании. И даже присвоенный 13 номер не играет особой роли. Едет просто отлично. Выглядит еще лучше. Сегодня же не пятница. И представители этой династии уже здесь. То есть не важно. Не важно, да. Не одно десятилетие на троне – ралли-рейс. Доехать домой. Но прежде чем вернуть эти экспонаты в гараж, водителям нужно показать класс при выполнении на первый взгляд традиционных упражнений вождения на точность и скорость. На самом деле этот элемент в автоспорте слалом. Гонщики должны не запутаться между конусами и четко проехать дистанцию точно по заданному времени. Нельзя проехать это быстро, нельзя проехать это медленно. Вот есть норматив, например, 20 секунд. Вот ровно за 20 секунд, ни больше, ни меньше, экипаж должен пройти эту так называемую «змейку запутанную». Это очень интересно, потому что все нервничают, экипажи путаются куда направо, налево, не успевать считать за временем. Ну и вообще ретро-техника, она сама по себе просто шедевр. Определенный шедевр, а точнее реальный натюрморт сегодня был на этом Юпитере. Ящик с апельсинами Дмитрий Октябрьский поставил на коляску своего мотоцикла специально, чтобы было легче управлять старинным железным конем. Здесь надо очень все время думать, на какой скорости ты входишь в поворот, куда центр тяжести смещать. Можно даже самому куда-то накореняться для того, чтобы выровнять, улучшить результат поворота. Затем, как получалось у водителей усмирять железные легенды, с интересом наблюдали зрители. Краснодарец Николай Болотин в автоспорте с 40-х годов. Ездил на пятерки, москвиче и восьмерки. Получал высокие награды. Спустя годы любовь к машинам не угасает, а становится крепче. В фестивальные дни гости смогут не только понаблюдать за заездами, но и пообщаться с пилотами и получить автографы. Основные мероприятия пройдут завтра в Олимпийском парке. Выставка, заезды, различные автошоу, розыгрыши, конкурсы и фаер-шоу с участием каскадеров. Завершением зажигания станет зрелищный фейерверк. Татьяна Говоркова, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ.